Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Кировская область полностью избавилась от коммерческих кредитов. Об этом во время выступления перед областными депутатами сообщил губернатор Александр Соколов. Он рассказал об итогах работы регионального правительства в 2022 году. Так, в прошлом году в консолидированный бюджет региона поступило 109 миллиардов рублей с ростом к 2021 году на 11%. Рост собственных доходов к первоначальному прогнозу составил более 6,5 миллиардов. Кроме того, рассказал губернатор, регион смог полностью избавиться от банковских кредитов, заменив их бюджетными. На это из Москвы было получено 6 миллиардов рублей. В результате, благодаря низкой стоимости бюджетных кредитов, расходы на обслуживание госдолга снизились. Они составили 143 миллиона рублей за год. Это в два раза меньше, чем в 2021 году и в четыре раза меньше, чем в 2020. 27 жителей Кировской области погибли на работе. О травматизме на производстве рассказали в региональной государственной инспекции труда. За первое полугодие 2023 года в регионе произошло 47 несчастных случаев на рабочем месте. Всего в этом году расследовались 87 подобных фактов. 27 из них со смертельным исходом. 35 – случаи тяжелого травматизма. Четыре факта пытались скрыть. Из числа расследованных 32 случаи оказались не связаны с производством. В том числе 18 смертельных. В органы прокуратуры и следствия направлено 35 материалов. Все пять элементов регионального инвест-стандарта введены в Кировской области. Их презентовали бизнес-сообществу. Так разработана инвестиционная декларация Кировской области. Создано агентство инвест-развития. Функционирует инвестиционный комитет. Принят свод правил. Разработана инвест-карта области, рассказала министр экономического развития региона Наталья Кряжева. Все эти элементы направлены в первую очередь на то, чтобы создать максимально комфортные условия для привлечения новых инвестиций, отметили в областном правительстве. Благодаря им потенциальные инвесторы смогут оценить текущую ситуацию. Относительно инвест-потенциалы территории. Узнать о мерах поддержки, о промышленных парках, территориях опережающего развития. Сократить сроки взаимодействия с различными органами. Получить всестороннюю поддержку для реализации проекта. Мария Кожевникова. Новости экономики в Кирове.